всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о такой теме как сведения в наушниках и вообще работы с наушниками когда я их использую или не использую и заодно поговорить о недавнем обновлении плагина real phones от компании disonic и собственно рассмотреть как этот плагин использовать свое мнение поделюсь своим мнением об этом плагине вообще подобных плагинах в общем давайте начнем и начнем сперва с разговора о моих наушниках из наушников я использую а кг к 712 я их приобрел довольно давно и брал я их в первую очередь из-за открытого типа потому что когда долго работаешь наушниках от закрытых у меня очень быстро устают уши у меня долгое время были br dynamic 770 они до сих пор есть просто я ими стал редко пользоваться в основном когда мне нужно что-то записать они очень хорошо изолируют слух и если антар записываю что-то и сам нахожусь в той же комнате такой на бывает перед даже барабаны я бывает также записываю у моего друга миши на студии в одном из своих видеокурсов живая записи тогда я мы у него в гостях были и там мне закрыт наушники очень помогают но в домашних условиях когда я работаю особенно даранжировками закрытые наушники мне порой скажу так мешают сконцентрироваться что ли то есть она как-то все закрыто звучит и я через 30 минут начинаю начинаю терять какое-то вот восприятие с ней приходится снимать отдыхать с этим наушниками было все гораздо проще то есть когда их надел в первый раз после долгого использования br dynamics я конечно обрадовался насколько они легкие насколько в них все понятно все слышно и уши при этом не давит но что я сразу заметил в них практически нет верха то есть он очень завален воздуха нет никакого я поначалу подумал что у меня что-то со слухом видимо что я привык какому-то очень яркому верху здесь его нет но на самом деле это такая особенность от этих наушников а когда у них реально завален вверх и даже завалена верхняя середина но так или иначе может быть и благодаря этому в них очень комфортно работать долгое время поэтому я бы нам рекомендовал в первую очередь для тех кто работает с аранжировками ну чтобы долго писать и не париться на на тем что у тебя уши болят уже что-то отваливается вот и можно работать без перерывов книг вторые наушники которые я использую это наушники focal листин про которых я уже не раз рассказывал как вы помните историю я их выиграл в одном из конкурсов по сведению от компании пир микс и эти наушники они как раз таки опять же закрытые и от них также чуть-чуть устают уши не так сильно конечно как от бр динамикс но тоже устают все-таки закрытый тип у наушников в такой довольно сложный но по звука должен сказать что у них очень открытый вверх то есть я помню когда их купил даже наверно не вверх а верхняя середина то есть где-то 5 6 7 килогерц у них прям очень звонки очень резки я поначалу даже подумал особенно после кг что что-то вообще не так что они какие-то испорченные в такого быть не может такой яркий верх то есть там прям но очень цепляла но потом со временем я к ним привык и их особенность у них очень хорошая сцена в том плане что очень даже на тихой громкости очень простые прослушиваются хорошо реверы хвосты всякие задние плановые инструменты то есть за это мне они очень понравились ну в общем это мои такие основные наушники которыми я пользуюсь но сразу оговорюсь я наушниками практически не пользуюсь своей работе как бы странно не звучало я конечно же иногда контролю особенно после мастеринга я слушаю на наушниках чтобы освежить слух и послушать как в наушниках звучат мои миксы моей работы но последнее время пришел к тому что мне комфортнее гораздо работать в мониторах даже смотря на то что у меня не самое идеальное помещение использую sonora works reference для корректировки моих мониторов и мне этого достаточно также проверяю на вот этих дешевых своевских колонках такой щит контроль у меня такой настоящий ну и соответственно естественно проверяю на телефоне проверяю в airpods и так далее то есть весь контролинг прохожу делал какие-то решения принимаю что-то в нашу кита корректировки периодически и в принципе мои мастера плюс-минус везде звучат довольно стабильно хорошо без каких-то сюрпризов но я знаю что все чаще появляются сейчас программы и не только программы даже целые можно сказать комплексы из наушников и программ для них для того чтобы работать полностью наушниках сводить наушниках делать даже мастеринг я не знаю но во всяк случае разработчики тоже на это рассчитывают но как минимум production сведения можно делать наушниках с помощью специальных плагинов у waves есть подобные плагины их несколько там и роут студия nx и так далее есть условия digital недавно вышла в с x я про них рассказывал тоже на нашем канале в общем разработчики решили в эту стезю нырять потому что действительно это актуально для многих многие путешествуют музыканты особенно сейчас конечно нет все таки такое время но так или иначе можно работать не привязываясь к месту это очень удобно потому что это самое сложное в нашей работе за то что мы все привязаны к месту именно к тому где мы работаем студия домашняя студия неважно там остальные творческие профессии таких там фотографу художники в этом плане гораздо проще им нужен только ноутбук но видим разработчики решили это компенсировать вот такими средствами и тут нужно вспомнить наших отечественных разработчиков это компания disonic you которые давно я не помню сколько точно лет назад я про них впервые услышал ну в принципе про real phones у нас все знают в россии все сообщества звукорежиссеров множество про них неоднократно записывал ролики в том числе на youtube тот же роман стикс мой друг наставник и коллега он тоже очень много видео записал по поводу этого плагина и он кстати чаще работает наушниках и в принципе я не то чтобы со скептизом я относился в принципе с уважением подобного рода плагином но мне казалось что мне это просто не нужно но так или иначе мне подвернулись под руку real phones в новом обновлении 17 я решил их потестировать и должен сказать что я для себя в принципе нашел применение подобным плагином я конечно же не отказываюсь от мониторов я буду работать на мониторах на 95 процентов времени и сейчас я работаю над помещением я буду скоро передвигаться на перемещаться точнее на другое помещение но об этом я еще расскажу в своем видеоблоге здесь у нас на лошадь про хелл так что оставайтесь на связи но в принципе плагин очень классный давайте собственно я вас с ним познакомлю и расскажу когда я буду для чего я вообще планирую им пользоваться лично на своем опыте может быть вам будет это тоже полезно друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic про хелп причем как уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество в курсе кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic про хелп на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучаете только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас и так давайте познакомимся с плагином real phones я ее открыл его систем вайт версию то есть это такая стендалон версия которая может работать на системном уровне то есть вы можете весь звук вашего мака но все ваши системы провести через него и слушать и я вам настоятельно рекомендую потому что к этому плагину нужно привыкать как и к любым подобным плагином потому что не привыкнув к его звучанию не послушав разную любимую музыку которую вы знаете как звучит плюс-минус через него будет очень сложно через него работать и принимать какие-то объективные решения по миксу то есть этот плагин должен помогать и для того чтобы он помогал вы должны к нему привыкнуть ну собственно давайте рассмотрим интерфейс тут довольно все просто опять же спасибо easy mode что такое зиму от это новый простой режим то есть если я отключу вот так выглядел плагин раньше до обновления 1.7 и многие начинающие изначально пугались кто не знал все вот этих значений то есть нужно было смотреть мануал читать но так или иначе давайте начнем с easy mode я потом вкратце расскажу я не буду в сильной подробности вдаваться потому что по real phones есть немало видео на youtube подробных в том числе у романа стикса но так или иначе я расскажу именно этот плагин вот с точки зрения easy mode значит здесь очень просто ну глобальное включение выключение самое здесь главное это две секции первое это собственно коррекция наушников то ради чего мне этот плагин стал в первую очередь интересен потому что как я уже сказал в предыстории я был шокирован разными нюансами звучания тех или иных наушников с которыми я работал и вот эта секция верхняя correction она как раз помогает исправить звучание тех или иных наушников у меня в моем профиле уже загружены стандартные скажем так слепки моих наушников но должен сказать что это именно стандартный то есть это не конкретно мои потому что разработчики disonic они рекомендуют отдавать именно ваши наушники к ним на замер то есть вы берете свои наушники отдаете им они делают замеры и создают для вас ваш уникальный профиль который работает на сто процентов именно только с вашими наушниками пусть все равно все наушники разные несмотря на то что они делаются на одной фабрике одними теми же людьми все равно бывают мелкие тонкие нюансы а так как все-таки ребята из disonic они прямо заморочены на качестве вот они предлагают такую функцию можете воспользоваться но я загрузил их скажем так общий пресет из сайта и давайте посмотрим а кг 712 через которые работаю вы помните что я говорил что у них очень завален завален вверх и вот вы можете посмотреть час я отключил коррекцию и график показывает у нас как выглядела кривая чеха до коррекции то есть мы видим что у нас есть завал явно где-то районе 5 килогерц 5 6 килогерц и плавный завал после где-то 9 герц и килогерц идет и также немножко приподнята середина поэтому они такие немножко средние такой них mid-range такой за задран очень сильный я это тогда как раз почувствовал когда на них начал поначалу работать вот если я коррекцию включу на сто процентов то мы видим что а чеха у нас приближается к идеальной то есть кровной и собственно вот желтой полосой показана коррекция который происходит для конкретных наушников и вы можете эту секцию отдельно включать выключать это очень удобно то есть ну думаю что с этим понятно здесь вы также можете загружать другие пресеты далее у нас идет еще дополнительная модуль который у нас уже эмулирует пространство так как этот плагин предназначен не только для коррекции частотки ваших наушников а также он еще предназначен для воссоздания и моделирования реального помещения потому что когда в долго работать наушниках вы знаете про бинаруальные эти все штуки вы знаете что когда мы слышим реальный звук то есть через мониторы в студии или даже через обычные прослушивающие колонки в домашних условиях когда мы говорим про стерео настоящий стерео мы должны слышать все-таки на расстоянии то есть мы правым ухом должны часть левого сигнала слышать левом часть правого причем не только прямой сигнал но также еще какие-то искажения отражения искажения от помещений так далее все это добавляет характер звучанию даже тем или иным студиям я уж не говорю про обычные помещения и решение лучше принимать каш таких обстановках потому что когда мы принимаем какие-то ключевые решения просто в наушниках то у нас изолирован левый канал и правый канал иногда очень кажется часто что вокал торчит потому что два канала воспроизводит вокал одинаково бочку и какие-то например лево и право с панорамированные инструменты тоже начинают как себя вести неадекватно по отношению к тому что происходит середине из-за этого принимать какие-то балансирующие решения в миксе в наушниках не очень логично то есть наушниках лучше проверять там ширину стерео базы или там низа например или какие-то очень редкие верха это да но касаемо общего плана микса касаемо ширины глубины там немножко предвзятое звучание скажем так поэтому подобные плагины и real phones в частности добавляют возможность моделирования помещения и тут это сделано не тяп-ляпа сделано очень круто здесь воссознанно студия mosfilm и различные мониторы для различного прослушивания в чем еще прикол конкретно стендалон версии то есть вот такой отдельной программной версии real phones в том что здесь есть свой встроенный плеер то есть вы можете загружать прям сюда любые треки и слушать собственно как звучит этот плагин и давайте мы это сделаем сейчас надену наушники и вам тоже советую надеть наушники понятное дело что коррекция сейчас будет для моих наушников для кг использована но так или иначе все равно советую он слушает наушников потому что я буду сейчас включать моделирование комнаты а слушать его через мониторы это очень странное дело поэтому не стоит этого делать давайте послушаем как сейчас звучит вообще трек без всего то есть это мой трек группы не он тейп хэд танцуй давайте послушаем я сейчас включал выключал коррекцию и в принципе уже я думаю вы услышали что разница есть опять же разница сделана для моих наушников поэтому возможно в ваших звучит не очень хорошо но в моих звучит реально открытие то есть я больше стал слышать вверх четче стал слышать низ и для этих наушников прям реально очень хорошо подходит эта коррекция но при этом на сто процентов я не ставлю потому что немножечко уже верха вот эти задранные немножко искусственно звучат я где-то вот 85 мне подходит и давайте теперь включим собственно на работу эмуляции студии тиска на одной волне с тобой в чем здесь смысл здесь смысл в том что мы выбираем в таком легком режиме мы выбираем собственно что мы хотим слышать то здесь есть big fat bottom то есть чуть-чуть меняются настройки того что мы слышим то здесь добавляют еще сабвуферы и у нас здесь есть пресеты для каждого из вот таких вот глобальных скажем так снэпшотов то есть это big fat bottom flat studio real studio affordable monitors то есть это какие-то такие вот консюмерские или ну такие начальные мониторы типа ямах стерео филд то здесь можно разные настройки делать то есть на кубики послушать в моно и так на некоторых скажем так на каких-то гипотетических наушниках то есть это как такие пресеты разного типа прослушивания и вы можете очень быстро прослушать свой микс на разном оборудовании опять же как я уже говорил я рекомендую это делать сперва с референсными треками то есть чтобы привыкнуть к звучанию этого плагина здесь в общем внизу настраивается собственно количество вот этого environment то есть окружение то есть насколько комната будет слышно в миксе и соответственно брать нас дополнительный подъем верха либо наоборот его прибирание подъем низа то есть это уже такие вкусовые параметры которые вы можете настроить на вкус опять же вот здесь и как раз референсные треки нужны потому что на своем треке не сведенным особенно вы не поймете что нужно делать а вот на каком-то уже профессиональном треке которым вы уверены вы можете протестировать свой вкус например вы ставите какой-то свой любимый трек через этот плагин через какой-то из снэпшотов до через какой-то вот из этих пресетов и понимаете что но чуть не хватает верхов в этом ничего плохого нет это значит что у вас такой вкус или такой слух что вам чуть не хватает вы можете всегда это добавить то здесь возможности у плагина есть и соответственно вы так себе можете настроить и слушать работать то есть переключаться между этими разными пресетами как видите кстати вот эти настройки не меняют свое положение то есть вы можете один раз их подстроить и работать с ними при этом слушая на разном таком виртуальном оборудовании также скажу что здесь у меня включен лимитер на выходе потому что разумеется из-за таких вот довольно жестких коррекций мы видим что басы увеличиваются и соответственно выходной уровень из плагина тоже увеличивается поэтому здесь есть встроенный лимитер и если вдруг будет зашкаливать то вы просто можете нажать на вот эту стрелочку и опустить как видите у меня уровень выходной из плагина на 7 децибел тише чем реальная номинальная громкость это опять же обусловлено этим хэдрумом запасом для того чтобы компенсировать звучание во-первых наушников а во-вторых чтобы моделировать вот эти студии но думает и так понятно и здесь очень удобно можно послушать сразу мид и сайт составляющие вашего микса а также послушать как работает низ то есть довольно удобно вот например пользоваться вот таким и easy mode то есть легким режимом очень здорово на этапе финального мастеринга то здесь с этим можно сразу быстрее переключаться между пресетами это помогает как раз оценить скажем так свежими ушами что вы делаете опять же привыкнув и послушав референсы вот в таком звучании вы сможете понять на что обращать внимание в каждом из пресетов потому что некоторые пресеты заточены под средний диапазон частот некоторые для под низки то есть там даже иногда специально увеличен низ настолько насколько он не должен быть увеличен но если у вас проблема в треке с низом то он будет гудеть гораздо сильнее и хуже скажем так то есть менее разборчиво чем например в профессиональных треках референсных то есть там тоже будет зашкал низа вы будете это чувствовать но вы будете понимать при этом что он зашкал вроде есть общий но при этом все разборчиво а в вашем миксе есть тот же зашкал но все как-то очень скомканно это говорит о том что вам снизу надо поработать миксе возможно там какие-то частоты недовырезаны или где-то бас торчит или что-то нужно подкомпрессировать очень много нюансов опять же этот плагин рассчитан в первую очередь конечно на опытных инженеров которые уже имеют какую-то некую самоуверенность своей работе и он будет им помогать скажу так раскрыть еще границы возможного потому что свое оборудование это хорошо но когда есть дополнительные контрольные такие точки когда можно прослушать свой аппарат свой микс на разном аппарате это всегда позитивно поэтому вот этот плагин очень поможет и давайте быстренько посмотрим что у нас происходит в уже таком профессиональном расширенном режиме здесь чуть просто больше настроек в первую очередь конечно же в моделировании контекса кстати здесь должен сказать что все вообще можно отключить включить отдельно то есть каждая секция плагина отключается и включается это очень удобно то есть вы не обязаны использовать все что здесь представлена здесь больше возможности по прослушиванию каналов то есть мид сайт left right также можете фазу переворачивать можете вот схлопывать в моно естественно можете слушать различные частотные зоны вверх средней частоты низ то есть здесь я думаю что это все понятно и так же здесь можно настроить собственно ваше положение головы в этой виртуальной студии то есть ну как правило 60 градусов это стандарт когда у нас равнобедренный треугольник между нами и соответственно мониторами виртуальными но вы можете по своему вкусу сделать пошире стерео базу можете наоборот поуже то есть все это здесь варьируется вот этот параметр hrtf это скажем так параметр размера вашей головы ну это так если при скажем так притягивать за уши какие-то общие бытовые понятия на самом деле это просто такая психоакустическая вещь которая ну тут нету каких-то советов вам просто нужно послушать и понять как вам комфортнее кому-то даже с нулем процентов комфортнее кого-то со ста процентами то здесь а учитываются особенности опять же как вы привыкли работать на своем оборудовании или где-то в студиях то есть вы можете воссоздать за счет этого параметра дополнительные особенности того как откликается вот эта виртуальная комната относительно вашего виртуального положения в этой комнате то есть вот этими двумя слайдерами можно это собственно настроить и тут также это все отключается то есть вы можете это все выключить включить и здесь также есть сет из разных микрофонов точнее из разных мониторов на котором вы прослушиваете а слева у вас есть так называемые скажем так большие банки пресетов и в каждом из них есть так называемые снэпшоты то есть снэпшоты это настройки тех или иных параметров внутри собственно вот этого окна моделирования комнаты ну и в том числе коррекции коррекцию вы можете поставить также как вам удобно и коррекция будет вот от каждого снэпшота обратно возвращаться к тому или иному положению и здесь вы можете выбирать например какие вам спикеры нужны вообще вот в этом снэпшоте то есть вот я выбрал например мир все опять же название можно конечно под себя переделать вы можете использовать для начала то что вам дали разработчики потому что они в принципе здесь дали исчерпывающие пресеты по названием то есть вот normal это обычный прослушивание в студии phones это наушники там близкий близкое поле монитор близкого поля такая эмуляция yamaha ns10 вот среднее поле для дальнее поле и при этом вы можете переключаться здесь между разными еще дополнительно между разными настройками и все это сохраняет то есть вы можете переключиться на другие спикеры то есть не room speakers а например сабвуфер boost добавить вот у нас здесь звездочка появится говорит о том что мы поменяли что-то в пресете или в снэпшоте вы можете нажать правой кнопкой и тейк это как бы есть сохранение то есть как бы записать этот снэпшот вот на эту ячейку то есть по сути это просто так уже подготовленные заранее пресеты которыми вы можете пользоваться можете их под себя подстраивать и потом пересохранять под себя то есть вы можете что-то менять в принципе здесь все само за себя говорит то есть нужно просто к этому привыкнуть эмбиенс это собственно опять же насколько будет сильно слышно комната в давайте тоже послушаем на этой дискотеке и не ждем ничего больше розовый свет игра теней я не переключаюсь приближайся давай смелей сегодня нет запретом ты уже на все согласен и тормози я не дала еще сигнал то есть тут есть дополнительные параметры собственно response это вот это самый отклик от влияние мониторов density скажу так глубина помещения в пространство ворнф это дополнительная такая теплота отзвучания все настраиваться есть также есть эквалайзер то есть если вам что-то не устраивает звучание вы можете что подстроить вот эту кривую получающуюся уже при слиянии с виртуальной комнаты ваших наушников все это можно подстроить как я уже сказал его нужно этот плагин нужно настроить почувствовать вот с этим месяц был сейчас зашкал можно вернуть громкость опустить еще но это больше на для конкретного пресета плюс я задирал басы поэтому это тоже можно варьировать так или иначе как вы поняли плагин довольно интересный то есть вы можете настроить его под себя использовать как дополнительный контроль либо вы можете его просто использовать как корректор а чеха для ваших для ваших наушников то есть я при могу переключиться обратно в изи мод и просто одним нажатием клавиши отключить полностью комнату потому что как вы помните в полном профессиональном режиме тут приходится все отдельно отключать включать это не всегда удобно то есть для этого вот очень полезен будет изи мод когда вы прям хотите быстро послушать как это все звучит наушниках и соответственно вы можете послушать свои наушники без моделирования комнаты просто используя коррекцию именно коррекция чеха это очень удобно то есть этот плагин можно использовать в этих целях и я скорее всего буду его использовать именно для этого то есть я буду его ставить в конце цепи на мастер канале в лоджик например как плагин и использовать как минимум коррекцию для моих наушников то есть чтобы слышать наушники с более ровная чеха они с их особенностями это касается и других наушников поэтому пал плагин очень удобно в этом плане то есть вас никто не заставляет использовать все его функции и все вот эти вот моделирование потому что честно скажу я к моделированию отношусь ну так это классно как дополнительный контроль но работать через это постоянно я бы наверное не смог то есть я привык к мониторам люблю мониторы работаю через них но когда заходит речь о работе в наушниках конечно же лучше работать с коррекцией как минимум а чиха но и приятно приятным бонусом еще служит вот это моделирование студия мосфильм с кучей оборудования с кучей разных мониторов блин ближнего среднего дальнего поля также всяких кубиков также затычек то есть очень классный плагин в этом плане и вот в обновленном виде с режимом easy mode он вообще вдвойне вдвойне полезнее скажем так так что вот такое мнение мое по поводу этого плагина очень классный обязательно переходите по ссылке в описании под этим роликом будет ссылка собственно сам плагин так как версия 17 только вышла разработчики сейчас делают скидки там есть несколько вариантов пакетов с различным функционалом и вы можете всего за 100 долларов купить полный ультимейт комплект это очень здорово так что переходите по ссылке в описании и если вам понравится этот плагин пользуйтесь там кстати есть реальная версия вы можете попробовать не обязательно сразу покупать вы можете скачать trial попробовать со своими наушниками если вам понравится как он работает просто потом приобретете будете работать то есть очень интересный плагин и я думаю себе в коллекцию очень неплохо вы умеете если вы прям профессионально работаете со звуком и при этом вам приходится часто работать с наушниками так что имейте ввиду ну а с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео всем пока